Да, вижу, что пора начинать. Да, слышно, прекрасно слышно. Да, вижу, чат убежал, очень хорошо. Хорошо, всем, значит, точно все слышно. У нас почти 400 человек, можно с вами начинать. Поговорим мы сегодня с вами об изменении в ОГЭ и ЕГЭ и посмотрим на систему подготовки к итоговой аттестации в 4, 9 и 11 классах на примерах новых пособий издательства Титул. Собственно, поговорим мы именно о том, как эти пособия могут нам помочь при подготовке к экзаменам. Да, вот у кого-то даже изображение очень хорошее. Итак, есть те, кто у нас сегодня первый раз на вебинаре? Сразу, чтобы ответить на ваши вопросы. На утреннем я вот задавала этот вопрос, были те, кто первый раз были на вебинаре? Да, есть, я смотрю. Очень хорошо. Сразу тогда вопрос по сертификатам, если вдруг возникнут такие вопросы. То сертификат мы генерируем, вы его сами себе генерируете, и код для генерации будет дан после вебинара, в самом-самом конце. Также скажу вам сразу же, что будет промокод на скидку. Но на какое пособие, сразу сейчас вам не скажу. Немножко тайно тоже будет очень полезно. Поэтому следите за ходом вебинара, либо в течение, либо уже ближе к концу. Обязательно скажу вам, на какое пособие у нас сегодня распространяется скидка, и какой будет промокод, и какие условия получения скидки тоже. Презентация будет. Презентацию завтра выложим, так что можете слайды не сохранять по одному, чтобы вам было удобнее сразу же целой презентации и завтра все это скачать. Видео, надеемся, тоже будет. Код будет, да, только в чате. Основная школа и старшая школа. И школьные, да, то есть мы посмотрим с вами сейчас на то, какими документами он регламентируется. Девятый класс, это у нас ОГЭ, основной государственный экзамен. И в одиннадцатом, что касается системной подготовки, чтобы сразу вам, да, обозначить круг того, что мы подразумеваем сегодня с вами под системной подготовкой. То есть это использование всех возможностей учебников, всех возможностей дополнительных пособий и обучающих компьютерных программ. Посмотрите, да, то же самое у меня на слайде указано. То есть все упражнения, которые у нас даны в тестовых формах, упражнения, которые составлены в формате экзамена, дополнительные рабочие тетради, если такие имеются к тому МК, по которому вы преподаете, с помощью самого формата упражнений, с помощью контрольных упражнений в обучающих компьютерных программах, особенно к учебникам издательства Титул. Здесь есть разделы у нас в обучающих компьютерных программах Practice и Test Yourself. То есть можно их использовать, контролировать тем самым, насколько учащийся усвоил то или иное правило, лексику и так далее. Не получается скачивать на завтрашний день. Почему не сразу? Коллеги, у нас это по поводу презентации, я так полагаю, вопрос. Здесь уже зависит не от меня, а когда техники смогут разместить презентацию, потому что все они очень много весят. И для этого нужно, соответственно, несколько определенного количества времени, чтобы она была на форум загружена. Собственно, только из-за этого. Потому что презентация моя, я как ее отдала, так она уже не в моих руках. Соответственно, ее загружают уже люди, которые в этом разбираются. Но постараюсь их просить, чтобы загрузили побыстрее. И, конечно же, в систему подготовки к итоговой аттестации входит и использование дополнительных пособий, то есть дополнительных материалов. Когда-то эти материалы вы берете просто из интернета, когда-то материалы вы эти составляете сами. Мы сегодня с вами посмотрим на то, какие есть дополнительные пособия, которые помогут подготовиться к итоговой аттестации в 4, 9, 11 классах, и которые издает этот титул. Итак, начнем мы с 4 класса, с внутришкольного контроля. Почему контроль внутришкольный? Потому что ВОВГОС начального общего образования прописана. Смотрим с вами на цитату. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной программы. И результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. То есть в четвертом классе у нас экзамен внутришкольный, он переводной. Соответственно, он хоть и проводится уже в таком каком-то устоявшемся более или менее формате, и мы посмотрим, какие есть пособия, чтобы можно было не самим составлять тесты, а уже использовать готовые. Тем не менее, это экзамен внутришкольный. А что указано в примерной программе касаемо сдачи экзамена в четвертом классе? Примерная программа раскрывает предметные результаты на базовом и повышенном уровнях. То есть на базовом – это выпускник научится, на продвинутом уровне, на повышенном уровне – это выпускник получит возможность научиться. И, соответственно, примерная программа включает предметное содержание речи и описывает систему оценки достижения планируемых результатов. И раз мы заговорили о планируемых результатах, то нужно посмотреть, с помощью чего мы можем их проконтролировать. То есть что будет выступать объектом оценки. Планируемые результаты, соответственно, выступают у нас объектом оценки. Основным объектом содержательной и критериальной базы итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального образования выступают планируемые результаты, которые составляют содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы предмета курса. Здесь уже мы с вами помним, что есть предметные результаты, личностные и метапредметные, то есть три группы планируемых результатов. Что касается личностных результатов, то они не подлежат итоговой оценке, потому что очень тяжело проконтролировать личностные результаты. Хотя, вы знаете, недавно держала в руках книгу, в которой тоже опубликовано исследование, не помню, кандидат наук или доктор наук. И в том числе она предлагает и личностные результаты тоже оценивать. Я еще, правда, не дошла до той главы, где это описано, но как только познакомлюсь, обязательно, может быть, я вам тоже расскажу, как предлагается один из вариантов оценки личностных результатов. Что касается метапредметных результатов, то... Продолжение следует... ...с заданиями из УМК, направленными на то или иное метапредметное действие. И оценка, конечно же, предметных результатов происходит уже в рамках самого предстарешать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с помощью использования средств предмета. То есть предметные результаты – это уже результаты наши по иностранному языку. Если звук периодически пропадает, значит, не хватает немножко скорости. Если не хватает скорости, вам лучше заморозить со мной видео. Для этого вам нужно навести курсор на видео со мной, и самый правый значок будет похож на значок видеокамеры. Кликните на него, видео заморозится, скорость интернета у вас станет выше, и звук станет качественнее. Итак, какие у нас вышли новые пособия и то, что у нас уже было, вы видите сейчас на слайде. Я показала такой небольшой переход от одних пособий к другим, от четвертого класса к девятому и к одиннадцатому потом. Мы с вами познакомимся сейчас и с новыми пособиями, с тем, что буквально только вчера пришлось типографии. И посмотрим на те пособия, которые уже используются, как с их помощью можно подготовить ребят к итоговой аттестации. Начнем мы с вами с четвертого класса, да, с итоговых контрольных работ для выпускников начальной школы, авторов Клары Саковны Кауфман и Марианы Юрьевны Кауфман. Это сборник итоговых контрольных работ, который содержит задания на все виды речевой деятельности. Сейчас с вами более подробно посмотрим и увидим примеры. И что очень важно, то, что он подходит к любому учебнику, потому что все задания тестов соответствуют примерной программе по английскому языку для начальной школы. То есть так как полностью все соответствует языковое и тематическое наполнение примерной программе, соответственно, данную книгу можно использовать абсолютно с любым УМК. Как я уже сказала, на все виды речевой деятельности тесты, их всего четыре, соответственно, в них части аудирования, чтения, лексика, грамматика, письмо и говорение. В заданиях части аудирования два текста. Проверяется умение воспринимать на слух и понимать информацию из текстов, построенных на знакомом языковом материале. В разделе чтения проверяется умение читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного, естественно, на изученном языковом материале, а также находить в тексте необходимую информацию. Примеры мы сейчас с вами увидим. В части лексико-грамматика проверяется умение восстановить текст в соответствии с решаемой учебной задачей, а также умение распознать и употреблять в речи изученные грамматические явления. В письме мы проверяем умение писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Часть говорения состоит из двух частей, это монолог и диалог. В монологической форме нужно уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи, а в диалогической умение проверяется умение вести диалог-распрос. Он разыгрывается с одноклассником. Пожалуйста, перед вами пример. Первый тест. Я разделила все на, соответственно, в виде речевой деятельности. Перед вами аудирование. Давайте посмотрим. Здесь два задания. Мы их видим. За задание максимум можно получить 5 баллов. Проверяется понимание диалогической речи, и оно необходимо нам для реального общения. Еще раз вам скажу, что аудиоприложение можно скачать по QR-коду, либо, если вы перейдете по ссылке, ссылка у меня есть на слайде. Ссылка есть. Я вам сейчас покажу сразу же, где это все искать, потому что часто задают вопросы, где искать ссылку. Ссылка есть под QR-кодом на лицевой стороне обложки. Ссылка есть сзади в описании, потому что очень-очень часто такой вопрос задают, поэтому я с собой сегодня все книжки захватила и буду вам показывать, где все можно найти. Мы уже постарались вынести ее на обложку, чтобы было уже очень-очень удобно. Если вам не хочется сканировать QR-код с помощью приложения на мобильном телефоне, либо вы не любите пользоваться всеми этими сканами и так далее, то можете просто ввести ссылку в строку браузера, и, соответственно, вы перейдете на плейлист со всеми аудио. Так, где можно приобрести данное пособие? Пособие можно приобрести в книжных магазинах, можно посмотреть, в принципе, в любых интернет-книжных магазинах, можно купить в интернет-магазине издательство «Титул». Я надеюсь, сейчас коллеги дадут ссылку, чтобы можно было сразу же ознакомиться, сколько сейчас цена на книгу, я вот так на скидку не скажу. Аудирование. Посмотрите, пожалуйста. Прослушай разговор девочки и мамы и отметь галочками те достопримечательности Лондона, которые они собираются посетить. Один ответ отмечен в качестве примера. Запись прозвучит дважды. Что касается записи, запись четкая, ее на вебинаре уже неоднократно, на нескольких вебинарах включали, поэтому я сегодня не стала еще тоже вам включать, да и чтобы запись была у нас сегодня с вебинаров получше. Второе задание. Со второго по четвертой, вторая часть аудирования, нужно прочитать вопросы и в каждом выбрать правильный ответ из трех предложенных вариантов. Смотрите, один уже за нас выполнен, соответственно, нужно сделать все остальные. Так. Посмотрим на пример чтения, на контроль чтения. Задание выглядит так. Нужно прочитать текст и выполнить задание с пятой по десятой. Закончить предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который соответствует содержанию текста. Один ответ отмечен в качестве примера. Смотрите, дан текст. Текст соответствует объему, который учащиеся с четвертого класса могут осилить. Задание, соответственно, одно уже для примера выделено, чтобы можно было по аналогии понять, что от ребят требуется. Всего за задание можно получить 10 баллов. И, как мы уже говорили ранее, задание, конечно же, направлено на поиск необходимой информации в прочитанном тексте. Так. Вот, например, вижу просто комментарий в чате, мне интересно стало. Елена Михайлова пишет, но ведь по курсу биболета в четвертом классе не изучаются эти примечательности. Это я про задание на аудирме. Коллеги, еще раз вам скажу, да, Илья Михайлович, я видела в чате, отвечал, что книга, то, о которой мы сейчас говорим, итоговая контрольная работа для выпускников начальной школы, она полностью соответствует примерной программе. Если вы откроете примерную программу, то и как в следующем пособии, которое мы с вами будем смотреть, и, например, в редапах, везде затрагивается тема достопримечательностей, страны изучаемого языка, потому что эта тема прописана в примерной программе. Дальше уже, что касается, да, учебника, это уже зависит от авторов, о том, как они реализовали примерную программу в том или ином УМК. То есть мы сейчас говорим с вами конкретно об итоговых контрольных работах. Здесь, соответственно, все темы, что есть в примерной программе затронуты. То есть пособие, соответственно, использовать очень удобно. Ну вот вижу уже здесь кто-то что-то сравнивает, кто-то спрашивает про учащихся седьмого вида, уже вижу вопросы про перечень и так далее. То есть кто о чем, как говорится. Мы с вами посмотрим на пример контроль лексико-грамматических знаний. Это следующее задание, следующий раздел. По одному заданию дается на лексику и грамматику. Всего за выполнение задания можно получить 10 баллов. Смотрите, какие задания. Прочитай текст, в котором пропущены слова. Пиши в каждый пропуск слово из рамочки. Одно слово вставлено в качестве примера. Дан несложный текст, данные слова. Их нужно писать в правильный пропуск. То есть такие задания, в принципе, да, не как типовые. Очень часто встречаются. И в качестве контроля его выполнить будет несложно. И задание следующее. Это выбери правильный ответ, обведи его номер. Один ответ отмечен в качестве примера. Задание уже грамматического характера. Тоже за его правильное выполнение можно получить 5 баллов. Соответственно, за лексику и грамматику, за весь раздел будет 10 баллов. Что касается контроля умений письменной речи. Посмотрите, здесь мы пишем письмо. В задании прочитай письмо от зарубежного друга. Напиши ответ, завершив незаконченное предложение в бланке ответа. Бланк, вы видите, он вот справа у меня дан. А в пропусках без номеров ты можешь писать дополнительную информацию. Тоже очень удобно, да. Те, что пронумерованы, соответственно, засчитываются, да, в 5 баллов максимум. Те, что не пронумерованы, это уже как доп. информация пойдет, соответственно, для учащихся. Контроль умений и говорения. Как я уже сказала, здесь два задания на монолог и на диалог. Пример. Например, расскажи, как ты проводишь выходной день. В твоем рассказе должно быть не менее 5 предложений. Расскажи, дам план. Когда ты просыпаешься, что ты делаешь утром, что ты делаешь днем, что ты делаешь вечером, чего ты не делаешь в выходной день. То есть учащимся нужно по плану составить монологическое высказывание, да, в котором будет не менее 5 предложений. Но здесь и план дан уже, да, даже больше, чем из 5 предложений. 5 предложений уже только в плане даны. Соответственно, есть еще вступительная фраза, заключительная фраза, да. Вот поэтому у ребят получится уж не менее 5 предложений точно. И второе задание на говорение – это уже диалог. Нужно разыграть одноклассникам диалог и узнать, любит он ли она зиму, какая зимняя погода, ему ли ей нравится и так далее. То есть тоже дан план из нескольких пунктов, которые нужно выдержать, и максимальное заговорение можно получить 10 баллов. Так как уже мы посмотрели, что каждая часть оценивается в баллах, да, по одному баллу за каждый верный ответ, то есть там вот такая замечательная шкала, посмотрите, пожалуйста, которая соответствует шкала школьной отметке, отметке тестового в баллу. То есть всего максимум за весь тест, выполненный верно, можно набрать 35 баллов. Соответственно, на пятерку нужно набрать от 29 до 35 баллов. На четверку – от 22 до 28. То есть очень удобно, когда вам нужно выставить школьную отметку в журнал, вы смотрите по такой шкале, которая есть в методических рекомендациях, на сколько баллов ученик смог решить тест. Также в методических рекомендациях прописаны варианты использования книги, потому что часто спрашивают, сколько времени занимает один тест. Например, авторы пишут, что тест может выполняться на двух уроках. На одном уроке учащиеся выполняют часть аудирования, чтения, лексика, грамматика. На втором уроке они выполняют письмо и говорение. Это очень удобно, потому что на первом, самое первое, конечно, должно быть аудирование, потому что его должны послушать все. А дальше уже делать задание в том темпе, в котором они могут делать чтение, лексика, грамматика. А на втором уроке проводить отдельно говорение и письмо удобно тем, что одни могут писать, и по одному ребенку вы можете вызывать на, соответственно, говорение и на диалог, также двух ребят только отвлекать, и они будут вставлять диалог между собой. Тем временем остальные у вас заняты, они пишут письмо. Как еще можно использовать эту книгу? Ее можно использовать для входного теста в пятом классе. Тоже очень удобно, потому что посмотреть, сколько ребята помнят после летних каникул между четвертым и пятым классом. И также задание можно использовать в качестве разминки, разминочных упражнений в пятых, шестых классах. Сегодня с утра на вебинаре спрашиваю коллеги уже. Есть те, кто уже прорешал все с ребятами, кто наоборот пишет, что мало 4 теста. Но книга подразумевается для использования в последнем триместре года учебного либо в конце четвертой четверти. Соответственно, предполагается, что тесты могут быть использованы даже с вариантами, так как их четыре, да? Вы можете дать первый вариант, второй вариант, просто два разных теста. Так у вас получится, что вы можете припасти еще и абсолютно два теста, которые ребята не видели, для пятого класса входного контроля в сентябре. Да, который, конечно, проводится не на первой неделе сентября, но где-то в середине сентября. Так, что у нас в чате? Да, можно как на ЕГЭ в разные дни проводить. То есть все, о чем я как раз говорила, что можно рассматривать. Есть ли критерии оценивания ответов как в ОГЭ или ЕГЭ? Нет, здесь таких критериев нет, потому что это только четвертый класс, это внутренний у них экзамен. Да, я вернусь назад, потому что еще про то пособие отвечаю. То есть критериев, соответственно, у них нет, но у них есть четкие критерии по количеству, если вы имеете договорение, то там критерии с количеством предложений, то есть не менее пяти. Дальше вы уже, конечно же, смотрите, чтобы он говорил по теме, а не вокруг да около. И я думаю, что, в принципе, для четвертого класса составлять такие монологические высказывания из пяти предложений. И идеологические также, получается, по где-то пять фраз от каждого ребенка, это уже достижение. Потому что очень часто, я, например, на семинаре тоже недавно рассказывала об использовании этой книги, коллеги тоже выдвигали требования к четвероклассникам. Порой слушаешь и думаешь, что в пятом классе, в четвертом, в пятом классе как будто дети должны знать английский на уровне девятого класса, что как будто у них уже ОГЭ. Но, конечно же, нет, это еще все-таки маленькие дети, которые только-только три года учили английский язык. Да, вот коллеги пишут, что удачное пособие, хорошее пособие. Кто-то предлагает, Леонид Михайлович предлагает процентными соотношениями смотреть. А, это шкала, да, шкала для баллов формировалась в соответствии с процентным соотношением, и она полностью соответствует тому же процентному соотношению, которое используется в старших классах для тестов. То есть, по тестовым процентам ровно один в один, только для все попроще для четвертого класса. Могут ли ученики пользоваться каким-то материалом при подготовке к устной речи? Вы знаете, здесь авторы не ограничивали этим, то есть, нигде этого не прописано. Зависит, конечно же, от уровня подготовки учащихся, в первую очередь, да, потому что все дети разные, все классы разные, группы разные. Поэтому здесь уже это индивидуально. Обязательно ли аттестация четвертого класса в этом году? Аттестация в четвертом классе, в ГОСовском четвертом классе, они сейчас у нас все в ГОСовский четвертый класс, естественно, обязательно, потому что она прописана, как я уже показала, во ГОС, в примерной программе и так далее. То есть, чему ученик должен научиться, получит возможность научиться, и то, что это переводной экзамен прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте. Да, поэтому, ну вот я и веду к тому, что пугать их тестом, конечно же, не следует, но везде, они в четвертом классе, в конце четвертого класса проходят очень много тестирований, поэтому по английскому языку, в принципе, у них тестирование не сильно отличается от тех упражнений, которые они прорешивают в течение второго, третьего и четвертого класса. Посмотрим с вами на следующее пособие, которое можно использовать для подготовки к итоговой тестации в четвертом классе, так как мы с вами посмотрели, что итоговая тестация не только по предметным дается результатам, но и по метапредметным, то для мониторинга метапредметных результатов можно использовать книгу «Метапредметный портфель ученика четвертого класса». Что в пособии есть, это пять разделов, которые соответствуют полностью по содержанию языкового наполнения в примерной программе по иностранному языку для начальной школы. С помощью него вы можете промониторить, насколько учащихся сформированы метапредметные результаты, насколько они их достигли, то есть правильность выполнения заданий портфеля позволяет делать выводы о сформированности метапредметных умений и достижении метапредметных результатов, прописанных во ГОСНО. В книге есть и творческие задания, есть и элемент рефлексии, мы с вами посмотрим несколько примеров. Они учатся основным логическим операциям мышления. В книге, что очень удобно, есть «Map of the book», тоже покажу вам кусочек небольшой, и есть подробные металлические рекомендации по шаговой, как выполнять то или иное упражнение, тоже обязательно покажу. И так как книга полностью соответствует примерной программе, то ее можно использовать, соответственно, с любым УМК. Вот так выглядит первый разворот. Учащиеся знакомятся со своим новым другом, который будет с ними на протяжении всей книги. Мальчик Джин из Великобритании, они читают от него письмо и должны написать ему письмо в ответ. Письмо, в принципе, уже все написано. Задача в том, что учащиеся должны здесь представиться, так как каждый учащийся индивидуально, у каждого свое имя, может различаться немножко возраст, где он, естественно, живет и так далее. Соответственно, эти поля оставлены пустыми. Также учащийся может приклеить или нарисовать себя, или приклеить фотографию, или себя нарисовать, и как-то раскрасить свое письмо, которое он потом вложил бы в конверт. На сайте написано «Готовиться к выпуску». А, да, на сайте, да, на сайте титула, правильно. Пособие вчера пришло из типографии. Я надеюсь, что в ближайшие сутки оно должно появиться в интернет-магазине с ценой уже, и можно будет его заказывать. Посмотрите, что есть внутри. Как я уже сказала, это пять разделов. Вот один из разделов я вам показала буквально две странички. Начало раздела и конец раздела. Посмотрите, четвертая страничка и седьмая. В первом задании каждого раздела учащиеся работают с письмом. Причем они не просто его читают, они его ни в коем случае, конечно же, не переводят. Они работают поисковым чтением. В руке у них обязательно должен быть маркер или цветной карандаш. Они читают вопросы, которые Джим задал. Это ответы на эти вопросы в письме. То есть полностью все прописано, что здесь следует сделать учителю в методических рекомендациях. А также в методических рекомендациях прописано, чего ожидать от учащихся, какие они могут вопросы нам задавать. На них даны тоже ответы. Есть пример того, как работать с текстом. Текст я не стала вам здесь пока показывать. Будет потом неинтересно. В апреле на презентации книги. В примере, посмотрите, как и здесь уже все выделено разноцветными цветами. Это будут либо разноцветные фоломастеры, либо разноцветные маркеры, либо разноцветные карандаши. И вот таким образом учащиеся работают с этим. После этого они выполняют еще несколько заданий на развитие метапредметных умений. И последнее задание в каждом разделе, как правило, творческое. Это страничка 7 у вас. Слева посмотрите, таск 4. К примеру, в первом разделе они получают письмо от друга, который описывает, где он сейчас находится, что он видит сейчас из окна. И просят прислать ему ответным письмом картинку того, что ваш учащийся сейчас видит из окна. Какой день, солнечный или туманный, нужно нарисовать, что видишь. Они устно вам, конечно же, это все описывают, что они рисуют. А здесь они могут порисовать. И я говорила, что в каждом разделе есть элемент рефлексии. В данном случае это у нас используются смайлики, которые нужно выбрать после прохождения всего раздела. Смайлик, соответственно, радостный, если учащийся абсолютно всем доволен. Он все понял, у него все получилось. То есть у него нет негативных каких-то мыслей о том, что у него что-то не получается, где-то он что-то не смог и так далее. А смайлик, который такой нейтральный, это если ребенок не до конца разобрался в чем-то, то скорее всего он выделит его. И грустно, если у него что-то не получалось, таким образом вы сможете, обсудив с учащимися, почему он выбрал тот или иной смайлик, увидеть, что у него что-то не получилось, даже если он это от вас как-то очень сильно скрывал. Если он все-таки выбрал смайлик нейтральный, скорее всего у него что-то где-то не получалось, вам нужно в этом разобраться. Я говорила, что покажу кусочек Map of the Book. Вот так она выглядит. Я здесь вырезала только то, что касается первого раздела, который вы видели, несколько упражнений. Let's speak about the weather. Вы видите, что здесь разные колонки. Колонки все очень нужны и очень необходимы. Здесь и количество часов распределения заданий, что решать в классе, что дома, сколько общее количество часов на это можно потратить. В принципе, здесь сделана ориентация на резервные уроки, то есть так как пособия стоит использовать в конце каждого юнита, либо когда они у вас подходят под тот или иной юнит, здесь в данном случае, например, тема погода. Соответственно, когда вы проходите в четвертом классе тема погоды, тогда вы можете взять этот раздел. И так далее. То есть я вас не привязываю в данном случае ни к каким определенным последовательностям. Здесь уже зависит от того, по какому УНК вы занимаетесь. Предметное содержание устной письменной речи, прописано. Оно полностью дано в соответствии с примерной программой по иностранному языку. Есть основная тема, под темы, которые из нее взяты, и которые используются в том или ином разделе. В данном случае, например, у нас это мир вокруг меня, погода, любимое время года, природа, я и мои друзья, письмо зарубежному другу, и страна или страны изучаемого языка и родная страна. Также в следующей колонке прописаны метапредметные результаты, которые достигаются в ходе выполнения тех или иных заданий. И для удобства номера пунктов соответствуют тексту ВГОС-НОО. То есть каждый пункт, если он прописан, пункт первый, значит, это первый метапредметный результат, который прописан в тексте ВГОС. Пункт девятый, соответственно, совпадает с девятым результатом из ВГОС. Все очень удобно, потому что в следующей колонке дано точное соотношение заданий с этими пунктами из ВГОС. Посмотрите, например, создание рисунка, что я вижу за окном, четвертое задание. Проблемы творческого и поискового характера. Вот как ВГОС написано, так мы здесь и видим такое задание. То есть вот несколько уже таких крупных метапредметных задач, метапредметных действий здесь затронуты, и вы можете это все увидеть, и будет очень удобно заполнять конспект. Методические рекомендации даны тоже очень подробно. К ним, к каждому заданию, в каждом разделе, к каждому заданию прописаны цели. То есть что ставится целью при выполнении того или иного упражнения. Это делается для того, чтобы немножко не передобывает и не заставить где-то ребят что-то переводить, где-то что-то более подробное искать, считать, читать и так далее. То есть здесь прописано то, чего вы должны стараться добиться от ребят, чтобы понять, насколько у них сформировано то или иное метапредметное умение. Более того, расписано полностью, как работать с разделом рефлексии, что есть специальные рубрики, в которые вынесены возможно неизвестные ребятам слова, либо которые они могли неожиданно забыть. На утреннем вебинаре коллеги, например, мне писали, что зачем дана эта рубрика. Майнд, да, вот как здесь вы видите, в примере на 10-й страничке, на 11-й встречается рубрика Майнд. Кто-то вот с утра мне писал с коллег в чат, зачем нужны переводы слов, это, мол, отвлекает ребят, они вообще перестают думать и далее. Как раз-таки перевод слов, именно тех, что даны в рубрике Майнд, даны для того, чтобы ребенок не отвлекался на листание словаря, на дополнительные вопросы педагогу, да, не тыкал ручкой соседа по парте и так далее, чтобы что-то узнать. Все слова, которые задействованы в самом упражнении, это слова из активного словаря. Да, мы видим там a hole, a bed, a wardrobe, a window, то есть те слова, которые к четвертому классу, они уже все прошли. Соответственно, они их все знают. Вот в упражнении, к примеру, task 2 на 10-й страничке, я поближе сделаю, вы можете приближать себе слайды, если будете кликать на лупу внизу под слайдом, на плюсик. У вас будут изображения крупнее. Здесь нужно распределить слова по трем группам, это комнаты, это предметы мебели и все, что останется. То есть, вот, пожалуйста, вам умение классификации в деле, да, когда ребятам нужно что-то отклассифицировать. Либо такое упражнение. Нужно расставить комнаты в зависимости от количества стульев в них. Картинки цветные, все очень легко сосчитать, при этом учащиеся и считают, и пишут, посмотрите, да, и даже повторяя конструкцию «there is there a». То есть, тоже очень все полезно. И лексику еще какую-то подчеркнуть обязательно, просто попутно параллельно. Что касается еще каких пособий, к четвертому классу можно использовать также для подготовки пособия «редап». «редап» у нас на данный момент есть для 2-го, 3-го, 4-го класса, 5-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го. Мы с вами посмотрим и сейчас для начальной школы, буквально один пример, потому что отдельно вебинар по редапам у нас был не так давно. Мы видели с вами в тестах из книги «Итоговые контрольные работы для выпускников начальной школы» задание на чтение, после которого нужно было в поисковом чтении найти ответы на поставленные вопросы и обвести в редапах для 2-го, 3-го, 4-го класса. Мы говорим сейчас об аттестации в 4-м классе. Пожалуйста, прочитай биографию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мне очень понравилось. Они ее освежат в памяти. Это очень удачно. И, соответственно, по 2 текста в каждом тесте и каких тестов 15. То есть ресурс огромный. Можно использовать для подготовки книгу УГ-2015 «Практикум по английскому языку». Здесь 6 проверочных работ, которые по структуре и содержанию полностью соответствуют формату экзамена. Есть методические рекомендации, есть образцы ответов на задания с развернутым, свободным ответом, есть ключи, есть диск с заданиями по аудированию. А чем мне, например, нравится данный практикум, это тем, что там есть замечательное перечисление грамматического материала, который следует знать к экзамену. К примеру, я с вами девятиклассниками просто брала этот список и ставила напротив него галочки, что они знают и в чем они точно уверены, в каких грамматических конструкциях, какие их немножко смущают, и они боятся, что в разделе лексика и грамматика будут допускать ошибки именно на те или иные правила. Соответственно, мы брали упражнения именно уже на эти темы, делали на них упор. Есть замечательное приложение, тоже в практикуме. Приложение содержит в себе префиксы и суффиксы, которые учащиеся могут выучить. Это вполне распространенный принцип подготовки. У меня ребята заучивали эти суффиксы буквально одним из примеров, для того, чтобы самим не запутаться, какой суффикс нужно использовать для того, чтобы образовать то или иное слово. И, соответственно, потом они уже очень бойко справлялись с заданиями на лексику. Да, потому что, ну вот, тем не менее, не так как у них часто было ошибки в словообразовании, то вот такое приложение, в котором есть и суффиксы, и какое слово будет от него образовано, базовое, и производное какая будет, и даже есть примерная фраза, как можно использовать это слово, я считаю, что, конечно, помогает очень-очень хорошо. А что касается говорения, как я уже сказала, это принципиальные изменения в девятом классе, оно теперь полностью похоже на ЕГЭ. Первое задание предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера, временную подготовку полторы минуты. Второе задание предлагает принять участие в условном диалоге-распросе и ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Третье задание. Необходимо построить связанное монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план, время на подготовку полторы минуты. И получится, что общее время ответа одного участника ОГЭ, включая время на подготовку, составит 15 минут. А что же мы проверяем и в девятом, и в одиннадцатом классе? Мы проверяем не что знает экзаменуемый о языке, а насколько он реально владеет иностранным языком. Посмотрим с вами несколько примеров из демо-версии 2016 года. Вы видите, что это текст. Здесь полностью прописано в инструкции, что нужно делать. Вы будете читать текст вслух. У вас есть полторы минуты, чтобы прочитать его про себя. Затем будете готовы читать его вслух. Помните, что у вас есть не более двух минут, чтобы текст вслух прочитать. То есть текст такой очень небольшой, в нем не очень много сложных слов, и такие тексты в принципе везде во всех версиях экзамена встречаются, в том числе и в книгах, которые я вам покажу. Второе задание выглядит вот так. Это, естественно, будет аудио. То есть только мы с вами его сейчас видим. Этот скрипт ко второму заданию. У учащегося написано только, что он сейчас примет участие в телефонном опросе, что ему нужно ответить на шесть вопросов, дать полные ответы и помнить о том, что на каждый ответ у него есть только 40 секунд, после чего прозвучит следующий вопрос. Третье задание выглядит следующим образом, как у вас представлено сейчас на слайде. Здесь нужно помнить о том, что учащиеся должны читать само задание. Не смотреть на задание и видеть картинку мотивационную, которую описывать не нужно. А они должны читать само задание. В задании написано, что вы сейчас будете говорить о фотографии. Вам нужно начать через полторы минуты и говорить не более чем две минуты. Не забудьте сказать о. И даны три пункта плана. Почему люди любят фотографировать, почему фотографировать сейчас более популярно, чем раньше и так далее. И прописано, что вы должны говорить без пауз, особенно необоснованных. То есть учащиеся при этом картинку саму не описывают. Об этом стоит им несколько раз напомнить перед тем, как они пойдут на экзамен. Нет, не знают они, о чем будет телефон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ко всем упражнениям в учебнике. Обязательно включайте аудио, которое начитано профессиональным диктором. Обязательно использовать аудио ко всем дополнительным пособиям, которые вы используете. Потому что на каждом аудио, соответственно, свой диктор, свой темп речи, свой акцент. и не упускать задания на говорение из учебников, хотя они всегда, как правило, в конце урока стоят, и на них иногда бывает не хватает времени. Но, как советуют и методисты, я, естественно, вам посоветую, все-таки уделяйте время заданиям на говорение. И так как здесь есть в ОГЭ задание второе, где нужно отвечать на вопрос с телефона вопроса, и всего лишь есть 40 секунд на то, чтобы ответить, нужно тренировать у ребят скорость реакции при ответе на реплики собеседника. Будь то ответы на вопросы, либо это будет составление диалога, неважно где, главное, что они должны реагировать как можно быстрее. Естественно, при подготовке учащихся к экзамену вы начнете задолго, не в конце 9 класса, то вы будете их к этому натаскивать, и они будут уже об этом к концу года к экзамену помнить. Как можно с ними тренироваться? Можно взять пособие... Конечно же, повторить лексику по темам из примерной программы, то есть быть готовыми к экзамену. Аудиоприложение содержит записи текста для чтения, то есть задание 1, и вопросов телефона вопроса, то есть задание 2. Аудио записано носителями языка, и, как я уже сказала, его можно скачать бесплатно, либо просканировав QR-код, либо вбив сразу в поисковую строку адрес, который там дан. А что можно внутри увидеть? Пожалуйста, вот перед вами пример. Тесты из книги Радислава Петровича Миллорда ОГЭ «Английский язык». Тренировочные тесты, устная часть. Одиннадцатый тест, например, это «Traveling». Вот так он выглядит, если поближе посмотреть. Вы можете еще себе слайд приблизить. Здесь у меня, конечно, мелковато, но вы видите, да, это то, что у ребят появится перед глазами. То, что они увидят. Вот в втором задании кто-то и утром спрашивал, и сейчас тоже я видела вопрос, это все ли только компьютеризирует, а тоже все с устной подготовкой, потому что часто этот вопрос задают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Класс. То есть очень удобно ребят натаскивать, потому что картинки дают лишь мотивацию. Здесь не нужно описывать в девятом классе, нужно высказаться конкретно по теме задания. Здесь у нас, правда, и плана нет, да, а в экзамене очень удобно. У нас там в третьем задании, где нужно рассказать и дать монологический спич на какую-то тему, да, есть еще и план. То есть вот, пожалуйста, мы их даже натаскиваем по упражнениям, которые немножечко сложнее. Устная часть, говорим про одиннадцатый класс с вами. Что касается письменной части, там нет изменений. В устной части практически тоже нет никаких изменений, кроме того, что внесены уточнения в формулировке заданий, потому что были уточнены критерии оценивания в задании 3 и 4. Давайте мы с вами посмотрим. Не будем, опять же, читать, что входит в критерии оценивания, потому что вы можете это сделать либо сами, либо вы можете уже просто, вы могли уже в прошлом году у вас могли, ребята, сдавать экзамен. То есть чтобы одно и то же не повторять, посмотрим только, сколько максимум баллов можно получить за то или иное задание. За первое задание, за чтение текста вслух, максимум 1 балл. За второе задание, максимум 5 баллов. При этом тоже оценивается отдельно каждый из пяти задаваемых вопросов. Третье и четвертое задания, как раз те, где уточнены критерии оценки. Посмотрите, максимум можно получить 7 баллов за одно задание, то есть за третье и четвертое это будет вместе 14 баллов. Посмотрите, что здесь изменилось. Прописано количество фраз, которые они должны сказать на то или иное количество баллов. Допустим, на 3 балла нужно 12-15 фраз сказать. На 2 балла, в коммуникативной задаче мы смотрим, 9-11 фраз. На 1 балл. Прописано количество фраз. Редактор субтитров М.Лосева Спасибо. 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 versa субтитров. Сп roses о томуке. Спасибо. Продолжение следует... 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 Это тренировочное упражнение, у ребят письма, где пишется адрес, где дата, где подпись и так далее. И дальше они тренируются, выбирают, куда что нужно вписывать уже тем самым. Также можно использовать пособие Олимпиады по английскому языку для 9-11 классов. Автор Грина Степана Махмурян. Посмотрите, да, хоть пособие называется Олимпиады, оно по формату заданий очень схоже с форматом ОГ и ЕГЭ, то есть по типам заданий. Поэтому можно его использовать для подготовки к экзаменам. Соответственно, оно вам подойдет и для 9 класса, и для 11 класса, это очень удобно. Пособие такое очень убитное. Не знаю, мне кажется, такое будет не видно через, да, хотя нет. В принципе, понятно, да, пособий очень-очень много страниц. Есть критерии оценивания ряда творческих заданий, есть рекомендации по выполнению, покажу вам сейчас пример. Есть разбор типичных ошибок. Удобно, что аудио теперь не на диске у нас, у нас новый тираж, это аудиоприложение теперь по QR-коду доступно. Тоже вы видите, да, на картинке есть, что просканировать своим мобильным телефоном, либо вбить ссылку, ссылка тоже дана. И пособие позволяет развивать у школьников критическое мышление, творческие способности, умение самоанализа, самооценки. И готовить в том числе и к Олимпиадам на разных уровнях от школьного до всероссийского, на разных этапах. Продолжение следует... Продолжение следует... Чем? То есть, соответственно, это такая довольно тяжелая тема порой для ребят, фразовые глаголы. Здесь ее очень-очень хорошо разбирают и очень хорошо надренировывают. На говорение типа заданий есть, да, допустим, нужно сравнить, посмотреть на две фотографии и сравнить, что в них есть общего и различного. И даже если не смотреть на фотографии, да, допустим, в 13-м упражнении, где нет фотографии, тем не менее, нужно сравнить национальные символы Великобритании и России и сказать по плану, да, по определенному, что между ними общего и различного. Есть такие задания, когда нужно выбрать картинки и составить историю с этими картинками. Продолжение следует... 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 этой книги, которую вы бы хотели получить. Что вам нужно сделать? Вам нужно это сделать в течение суток, то есть до завтрашнего дня, до полуночи, прислать такую заявку. Вы еще ничего не покупаете, когда присылаете заявку. Часто их спрашивают, они не сразу ли мне что-то где-то деньги снимут. Деньги сразу никакие не снимут. Вам обратно на тот адрес, который вы напишите электронный, придет счет. В счете будет указана сумма, и, соответственно, вы оплачиваете этот счет и получаете книги или книгу на тот почтовый адрес, который вы указали. Главное, помните о том, что сегодня у нас 10% скидка на книгу ОГЭ «Английские запечатления. Тренировочные тесты». Автор Кащеева, посмотрите. Не на какие-то другие книги, часто спрашивают об этом. И чтобы она пришла вам с 10% скидкой, нужно написать именно письмо на shop.sobakatitl.ru. То есть через интернет-магазин такая скидка действовать не будет. Мне нравится. Спасибо за ориентир в Книжном море. Хороший комментарий в чате. Коллеги, у меня сегодня все. Будем давать вам сейчас код для генерации сертификата. Еще раз вам напоминаю о том, что если какие-то вопросы были ко мне, но я их не увидела, с удовольствием я вам отвечу на форуме. Либо я, либо, может быть, мои коллеги. Если вы хотите заказать несколько книг, вот спрашивают коллеги, как быть, вы можете заказать несколько книг, дав на shop.sobakatitl.ru. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok